Три десятка прилавков с колбасами, сырами, молочной продукцией и несколько машин с овощами. Свой товар на такие рынки производители привозят со всей Нижегородской области. География широкая, ассортимент тоже. Например, у фермеров овощей и старого урожая осталось еще на несколько торговых дней. К посевной нужно все продать. Цены никто не завышает. Секла 18 рублей, морковь 32, картошка 20, капуста 30, лук 25. Многим производителям такие ярмарки позволяют не работать с перекупщиками. И покупателям, и продавцам это выгодно. Кроме того, местные продукты можно назвать эксклюзивными. В торговых сетях, арзамазских или бутурлинских йогуртов вы точно не найдете. Все без консервантов. Долго на полке в магазине не пролежит. У нас маленький срок реализации, поэтому и не берут туда большие магазины, потому что им невыгодно. Вот у нас пришел человек, увидел, что ага, свежие. Он купит, съест, придет завтра покупать, то же самое, опять же свежие будет. И все привезенное жители областного центра действительно активно разбирают. Например, на Советской площади к прилавкам с такой продукцией и такими ценами стоят очереди. Очень удобно, выгодно и просто празднично, и, ну как еще сказать, потому что свое нижегородское. Все берем. И картошку, и свеклу, и морковку. Все берем. Замечательно. Почаще будьте добры, выходные дни к нам приезжайте. Так, вязочку 7 килограмм картошечки. Изначально планировалось, что подобные ярмарки выходного дня в Нижнем Новгороде будут работать в течение марта и апреля. Но сейчас в правительстве области думают, что такие небольшие продовольственные базары надо бы оставить, по крайней мере до осени, чтобы производители сразу же начали продавать новый урожай. Продукция от производителя должна доходить до покупателя впрямую, минуя посредников. Соответственно, мы этим самым регулируем цену. Но вы обратили внимание, вот особенно по овощной группе сегодня, да, то есть если ценник в магазине на ту же капусту там 50 рублей, картошка у нас стартует с 30, лук там с 50. Мы здесь же видим совершенно иной ценовой параметры. То есть картошечка по 18 рублей, лучок по 25, капустка 30 рублей. Все свежее непосредственно от тех, кто ее произвел. Мы специально организовываем, чтобы сети понимали, что есть цена совершенно другая. И продукция нижегородских производителей, она по вкусовым качествам, по потребительским свойствам совершенно другая, неже привозная продукция. И я думаю, что если потребитель сейчас попробует эту продукцию, то уже другую ему не продашь. Колбаса мясом пахнет. Смотрите, сколько много полуфабрикатов различных. Вот эти ярмарки, они призваны прежде всего методом конкуренции, нивелировать цены. В пробном режиме в Нижнем Новгороде в эти выходные будут работать 7 сельскохозяйственных ярмарок. Покупательский спрос изучается. Там, где покупателей насчитают больше всего, количество прилавков для нижегородских фермеров увеличат. Алексей Александров и Владимир Гайдай. Объективно. ННТВ.